МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приехали научиться, как нужно учить. Пошли времена, когда мы один раз получали образование, и потом дивиденды с него получали всю жизнь. Как хотят изменить российскую систему образования, узнал Дмитрий Аринин. Золотые правила хлебопечения и приготовления тортов. Что-то новое придумаешь, хочется, чтобы удивить экспертов. Как готовиться к национальному этапу чемпионата WorldSkills, знает Алия Хайродинова. Знания, сила. Здравствуйте, с вами новости Татарстана. С вами Кирилл Мукаев. Для студентов КФУ занятия прошли на ТНВ. Как это вышло, расскажет Рамиль Шайдолин. В первый день весны день рождения у Рустама Мениханова. Сегодня у президента был традиционно плотный график. На своем рабочем месте он с самого утра. Это подтверждает ежедневное фото в Инстаграм с площади свободы. Под ним более тысячи поздравлений и пожеланий от татарстанцев. И не только. А в соцсетях ролик с видеопоздравлениями от жителей Казани, Челнов, Нижникамска, Альметьевска, Иннополиса, а также от сельчан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Церемония начинается в Платинума-арене в 2019 в соответствии с годом. Более трех тысяч спортсменов, 60 стран мира, 76 комплектов наград. Среди претендентов на титул татарстанские студенты. От кого будем ждать медали и чем смогут удивить на очередной российской универсиаде? Каждое движение доводят до совершенства. Во время выступлений весь прокат должен быть идеальным. Только с одной задачи команду Татарстана готовят к универсиаде по фигурному катанию. Этот вид спорта в Красноярске будет представлен нашими спортсменами наиболее массово. Только в синхронном катании 18 наших участников. Задачи поставлены реальные, высокие. Я думаю, что у моих коллег в команде все сложится удачно. Все спортсмены настроены очень позитивно. Они, конечно, прекрасно понимают, что состязания серьезные. Но они понимают то, что они попадают на уникальный праздник спорта. Основные надежды связаны не только с фигуристами. Лыжные гонки представят Христина Мацокина и Егор Казаринов. В хоккее должны порадовать сразу два игрока. В составе национальной команды по хоккею шайбы выступит игрок альметьевского нефтяника Александр Сорокин. За сборную России по хоккею с мячом игрок казанского «Динамо» Владислав Веселов. Он студент Поволжской государственной академии. В сноуборде ждем медали от Милены Быковой, Владислава Хадарина и Валерия Коллегова. Быкова является чемпионкой мира и год назад представляла нашу республику на Олимпийских играх в Корее. Погода отличная, тепло, к счастью, нет этого мороза сибирского. На горе, к сожалению, еще не удалось покататься, но мы готовы, в любом случае, и будем бороться. Делегация республики уже в Красноярске и готова к большим победам. Красноярск сегодня готов принять спортсменов, готовить все открытия, начались соревнования, хорошее настроение, праздничное, хорошая погода. Открытие зимней универсиады состоится завтра в Красноярске в 16.15 по московскому времени. Здесь ждут и президента Татарстана. Именно на этом стадионе 6 июля 2013 года зажгли огонь летней универсиадой в Казани. Тогда татарстанцы смогли удивить всех в плане организации, а также количество завоеванных медалей. Наши спортсмены принесли в копилку сборной команды России почти 300 наград. И вот теперь, спустя 5,5 лет, огонь зажгут на территории Красноярска. Теперь уже зимние универсиады. Смогут ли наши спортсмены повторить тот успех? Узнаем совсем скоро. Алмаз Гафиатов, Рина Цаффин, ТНВ, Казань. Как быть, если возбуждают уголовные дела за цветочные горшки? Как быть, если друг-партнер оказался вовсе не другом? Такие ситуации сегодня рассмотрели в Центре общественных процедур «Бизнес против коррупции». Почему предприниматели чувствуют себя незащищенными, разбирался Слават Мухаммадуллин. Сейчас меня обвиняют по двум статьям. Это превышение должностных полномочий и присвоение чужого имущества. И грозит за это Екатерине Зявкиной лишение свободы. По ее словам, история началась два года назад. Тогда ее партнер по бизнесу, как говорит Екатерина, перестала работать. Началось выяснение отношений вплоть до блокировки счетов фирмы. Для спасения, говорит, перевела крупных контрагентов на другую компанию. За это и первое дело. Заказчики были с этим согласны. Это было их добровольное решение. Они до сих пор продолжают со мной работать. По второй статье мне вменяется присвоение чужого имущества. Оно уже не принадлежало компании. Но я так понимаю, что это повод для возбуждения уголовного дела. И с этим она не согласна. За помощью обратилась в Центр общественных процедур. Эксперт ее поддержал. Без надлежащих дополнительных проверок объективных возбуждается уголовного дела, которые потом заходят в суд. Сегодня Центр общественных процедур рассмотрел еще два дела, связанных с уголовным преследованием предпринимателей. Эксперты решили, им помогут. Споров, когда из граждан в правых отношениях они переходят в уголовную плоскость. Вот эта вот тема, она очень актуальна. Возбуждаются дела по мошенничеству, причем зачастую по пункту 4, а не в сфере предпринимательской деятельности, та, которая должна квалифицироваться по пункту 5-7. Это же подтверждает и статистика. В 2018 году осуждены по одному лицу по части 6 и по одному лицу по части 5 статьи 159. При этом в целом по 159 с обвинительным заключением в суды было направлено 1324 материала. За одним столом сегодня бизнесмены, судьи, прокуроры и следователи. Предприниматели попросили быть более лояльными, когда дело касается собственного дела. Слова Тухмадуллин, Александр Лаванов, ТНВ, Казань. Что сегодня делать ребенку, чтобы завтра выжить на рынке труда? Ответ на этот вопрос сегодня искали в Казани. В столице открылся международный образовательный форум. На него съехались около 4000 гостей из России и зарубежья. Как стать хорошим и востребованным специалистом, узнал Дмитрий Аринин. Более актуальной становится предметно-пространственная среда детского сада. Понять, к чему у людей тяга и помочь освоить это занятие, специалисты из Москвы предлагают еще в Яслях. Для детсадовцев придумали игровые группы нового многопрофильного формата. В группе должно быть не меньше пяти активных центров. Это центр творчества, это центр строительства, это центр движения. Чем раньше мы начинаем с ребенком заниматься теми или иными областями развития, тем больших успехов он достигает во взрослой жизни. Подхватить и развить задатки должна школа. И здесь больше всего дискуссионных вопросов. С одной стороны, нужно дать всестороннее образование, с другой подготовить к сдаче ЕГЭ по конкретным предметам. И школьник тоже сориентировался быстро. Он нажимает на два-три предмета, которые сдает ЕГЭ, а с тобой согласен на тройчих. Кого мы выпускаем, правильно мы делаем. По отзывам специалистов, советская система образования считалась одной из лучших в мире. Но оставлять все как было, конечно, нельзя. Баланс между опорой на лучшие традиции в образовании и вбирание, впитывание максимально быстрое вот этих эффективных инноваций, наверное, вот этот баланс в первую очередь и будет определять конкурентноспособность российской системы образования. Как добавляют и даже получить диплом, сейчас уже мало. Технологии и требования работодателей стали меняться настолько, что принцип «век живи, век учись» становится все более жизненно необходимым. Прошли времена, когда мы один раз получали образование и потом дивиденды с него получали всю жизнь. Эти времена канули, больше их не будет. Поэтому сегодня мы будем учиться постоянно. Главный совет – было бы желание и хорошие базы образования, а с этим переучиться и доучиться никогда не поздно. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Еще один вопрос, который сейчас регулярно всплывает в системе образования, это конфликты учеников, учителей и родителей. Повышают голоса, оскорбляют и даже подкладывают шприц на учительский стол. Как прекратить вспышки школьных междоусобиц? Сегодня мы спросили у известных российских журналистов, участников форума «Образовательная Россия». Яржова, ты ебала! Ты чем придумала? Я базу сдаю. Да мне больно сейчас, что ты расскажешь! Услышав эти крики, сложно поверить, что так учитель общается с учениками. Это запись из Казани сразу попала в сеть. Ты не вспомнил всю жизнь! Ты не ровно! А что ты теперь возвращаешь сюда, а? А это уже челны. И такие школьные разборки поколений разгораются по всей России. Почему так происходит, мы сегодня спросили известных российских журналистов, экспертов в сфере образования. Мы не можем говорить, что раньше таких случаев было меньше. Раньше мы о них просто не знали, потому что у детей не было смартфонов. С другой стороны, мы не должны упускать внимание, что наши педагоги находятся, особенно региональные педагоги, живут до сих пор в очень тяжелых условиях. И для нашей страны по-прежнему это огромная задача. Работать над тем, чтобы педагоги могли именно заниматься детьми, учить детей, чувствовать себя защищенными. Сразу бы понял, как себя нести, скотина! Вот так выражается учитель Бугульминской школы. Девятиклассник перед началом занятий написал на доске нецензурное слово. Ранее ученик уже пытался спровоцировать эту же учительницу на конфликт. Положил шприц с каплями крови прямо на учительский стол. Учитель начал нарушать там чьи-то права. А что этому предшествовало? Нередко, к сожалению, это остается за кадром. И на самом деле, уже в ситуации, когда это видео или какое-то свидетельство обнародовано, учителю очень трудно защититься и очень трудно найти какие-то слова, для того, чтобы объяснить обществу, что может быть это был нервный срыв, или может быть его довели. Есть учителя просто талантливые, их надо на руках носить и давать им больше детей для воспитания. А есть, извините, учителя, которые приходят, а только зарабатывают деньги, и причем постоянно критикуют. И вот этот конфликт, о котором вы мне сказали, понимаете, он будет вечен. Надо менять внутреннее устройство образовательного процесса. Комфортные условия работы и достойная зарплата региональных учителей. Проблему решат лишь частично, говорят эксперты. Основы характера ребенка все же закладывает не школа, а семья с самого рождения. Сергей Хайдаров, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. В этих коридорах тишина и аромат свежей выпечки. Студенты Международного колледжа сервиса готовятся к национальному чемпионату рабочих профессий WorldSkills. Здесь пекут осетинские пироги и делают торты. За мастерством кулинаров наблюдала Алия Харуддинова. Галия Аганиева тщательно смазывает осетинские пироги. Когда-то пирогами ее угощала бабушка, теперь она. Сложность в том, что начинка и тесто должно быть в одном толщине. Тонкостей здесь много, особенно при подготовке к чемпионату WorldSkills. Эксперты будут оценивать все. От чистоты рабочего места до негласных правил приготовления национальных блюд. На первый взгляд может показаться, что готовить осетинские пироги очень легко. На самом же деле это не так. Здесь категорически запрещено использовать скалку. На стол же их подают, укладывают слоями. Нижний обозначает землю, средний – небо, а верхний – солнце. На компетенцию хлебопечения участникам отведут 4 часа. По итогам мы будем уже знать, кто готов, а кто нет, и как нужно будет исправить. Вообще оцениваем готовность наших участников на 80%. Думаю, мы победим. Анастасия Фарагина – победитель регионального этапа WorldSkills. Пока задания кондитерам на национальный этап неизвестны. Готовятся каждый день и по всем направлениям. Тут работа с шоколадом идет. Идет работа с карамелью. А в других компетенциях такого нет. Но там есть свои другие сложности. Спрос на рабочие профессии растет в недавнем послании Владимира Путина Федеральному собранию «Красной линией». В 2021 году в два раза увеличится количество колледжей, техникумов и не только. Опираясь на опыт движения WorldSkills, надо ускорить модернизацию среднего профессионального образования. В том числе уже в 2022 году переоснастить современным оборудованием более 2000 мастерских в колледжах и техникумах. Казань распахнет свои двери участникам национального этапа в конце мая. Он и станет финальным аккордом перед чемпионатом мира WorldSkills в августе. Алиях Верудинова, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Экспедиции поиска уникальных мест и экологический мониторинг. Это только малая часть будущих совместных планов Русского географического общества Татарстана и Казанского инновационного университета. Сегодня они подписали соглашение о сотрудничестве. На площадке университета планируют открыть лабораторию географического общества. За ней реализация проекта «Открой свой Татарстан». Любой желающий, независимо от возраста, сможет принять участие в самых смелых задумках. От погружения на дно самых холодных водоемов России до разработки арктических маршрутов. Фонды музеев и библиотек также должны обновиться новыми путеводителями и дорожными картами. Научных проектов уже сегодня было как минимум 5 накинуто. Но я думаю, что мы это будем расширять. И мы уже сейчас понимаем, что много проектов связано не только с республикой. К нам обратились наши коллеги из департамента развития, туристического развития арктических территорий. Где я думаю, что коллеги из инновационного университета имени Тимирязева могут применить свои силы. Открытие новых точек как для привлечения туризма, для развития туризма, так и для познания исторических мест, которые в настоящее время существуют в республике Татарстан. Это новости Татарстана. Смотрите далее. 80 плюс. Очень интересно, что за национальный проект. В чем суть национальных проектов, обсудили сегодня в Госсовете Республики. Репортаж Альбина Слагараевой. Разбитая машина и двое пострадавших. Как определяли лучшую пожарно-спасательную часть республики, увидел Рамиль Галиулен. 12 проектов, которые должны круто изменить жизнь россиян. Это демография и здоровье, образование и культура. Как их реализовать так, чтобы люди почувствовали перемены к лучшему, начали обсуждать сегодня в Татарстане. Какие предложения ждут от общественности? Альбина Слагараева. Людям очень интересно, что за национальные проекты, что они принесут нам. Потому сегодня и решили собрать общественность, знакомят Министерство экономики, а не кураторы национальных проектов в Татарстане. С начала текущего года мы уже приступили к исполнению задач, отраженных в указе президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года. Фактически это сегодня главный стратегический документ страны на ближайшие 6 лет. Итак, национальных проектов 12. Образование, культура, жилье и городская среда, малое и среднее предпринимательство и другие. В рамках каждого проекта предполагаются программы по их реализации. Приоритетные проекты – здравоохранение и демография. На них акцент сделал президент страны во время послания. Проживочное минимум – это меры, связанные с детьми, которые имеют инвалидность. Это меры, которые связаны с ипотекой. Указаны даже количественные характеристики процентов, что мы должны идти от 9% и снижаться в сторону 8% и ниже. Это вопрос, который был связан с введением оплаты ипотечного кредитования в случае рождения третьего и последующих детей. Демографический проект предполагает несколько блоков, в том числе и строительство детских садов для детей в возрасте до 3 лет, полное устранение дефицита мест. Кураторы программ призвали общественность выступить с предложениями. Активисты нашлись уже сегодня. Как наши родители в 80-е годы строили себе первое кооперативное жилье. Они как строили? Государство, то есть город, выделял им землю бесплатно. Нацпроекты 2019-2024 масштабнее нацпроектов прошлого периода. Работа предстоит огромная. Нужно сделать так, чтобы татарстанцы понимали, что такое нацпроекты и что они дают конкретно каждому жителю. Это огромные суммы, которые нам надо переварить, подготовиться с проектами, с предложениями, вот с теми вопросами, которые задавали, значит их аккумулировать, материализовать в какие-то проекты программы, защитить и получить эти средства. Обсуждение нацпроектов продолжится. После уже будут разбирать каждый пункт. Альбина Слагараевич от Мухаммедов, ТНВ, Казань. Некоммерческие организации 10 районов республики не подали ни одной заявки на получение грантов. Об этом сегодня рассказало руководство Центра инноваций в социальной сфере. В республике уже несколько лет работает грантовая система поддержки НКО, фондов помощи детям, проектов, популяризирующих здоровый образ жизни и многих других. В республике их около 6 тысяч. Все они могут получить от 20 миллионов рублей по грантам Кабмины Республики до 8 миллиардов по грантам президента России. Но подают заявку на это единицы, о чем рассказали здесь же. Например, в прошлом году грант получил только 18 НКО из 43 районов Татарстана. Они молоды, энергичны и уже решают вопросы всероссийского масштаба. Это молодежное правительство страны. Сегодня они приехали в Казань. Участники это 80 человек со всей России. Главная цель – обменяться лучшими практиками. Татарстану есть что рассказать молодым лидерам. О работе наших будущих министров и премьеров расскажет Зарина Ахметова. И каждому в жизни предоставляется возможность побывать в кабинете министра экономики. Но у нас такая возможность сегодня появилась. И этому министру 24 года. Это помещение немножко отличается от кабинета официальных лиц. Здесь есть даже брусель для того, чтобы поддерживать свою физическую форму. Мы любим развлекаться. Поддерживаем такой креативный дух в нашем офисе. А еще находят время для решения серьезных вопросов и саморазвития. Мурат Димитров в 24 года уже имеет три высших образования. Руководит крупным соцпроектом и состоит в молодежном правительстве. Раньше курировал экологию, теперь экономику. Мы выезжали часто в районы республики Татарстан. То есть мы были некими дублерами министров. И, так скажем, собирали вопросы молодежи относительно того, что их волнует. Таких амбициозных инициативных ребят в России более двух тысяч. Они часть ассоциаций молодежных правительств. Есть у них и свой президент. Еще в прошлом году Дина Гайзатулина работала в рамках Татарстана. А сегодня в масштабах страны. Конечно, приходится очень много присутствовать в разъездах различных. То есть постоянно держаться на контроле. Но так как молодые мы, у нас вся работа происходит в Телеграме. Мы постоянно на коммуникации. Быть голосом молодежи, выстроить диалог с органами власти и создавать социальные проекты. Такие задачи стоят перед этой аудиторией. Всероссийская конференция молодежных правительств собрала сегодня 80 человек со всей страны. Опыт Татарстана интересен тем, что все-таки это площадка, которая смогла объединить не только свои внутренние силы, но и силы Российской Федерации. Это представлено здесь, 54 региона собрались. В большей степени всегда это возможность услышать какой-то интересный опыт, который мы можем применить именно в Татарстане. Обменяться своим уникальным опытом лидеры молодежных правительств смогут до 4 марта. Кроме того, здесь представят проект «Стенжировка 2.0». Благодаря ему молодые люди смогут попробовать свои силы в органах власти. Зарина Ахметова, Алмазий Динов, ТНВ, Казань. Двое пострадавших и разбитая машина на трассе. Подробности ДТП, правда, четко спланированного. Противопожарные отряды республики на скорость разбирали машины и спасали людей. В Пестресах сегодня финал республиканских соревнований на лучшую аварийно-спасательную команду. Секреты работы тех, кого ждут самые сложные минуты жизни, узнала Рамиль Галиолин. За считанные минуты и без того искореженную машину превращают в груду металла. Команда из четырех человек, у каждого своя функция. Пока одни разбирают автомобиль, другие оказывают первую помощь. Авария хоть и не настоящая, но очень похожа на реальное ДТП. Организаторы постарались воссоздать схожие условия. По легенде, автомобиль разбит, внутри зажаты два человека. Их роли выполняют вот такие деревянные манекены. Задача участников – как можно быстрее освободить их из искореженного авто. В их арсенале резак, медикаменты, огнетушитель и многолетний опыт. Одни из первых на старте – отряд 65-й пожарно-спасательной части Альметьевска. Они призеры десятков соревнований. Но здесь цели победить не ставят. Главное – отточить все навыки до совершенства. Подыграло время, может, минут 6, наверное, где-то так уложились. Плюс еще штрафные баллы надбавят, может быть, если есть, конечно, такие. Хотя вроде делали все как надо. Отключить аккумуляторы авто, максимально быстро добраться до людей. На все про все чуть более пяти минут. Продиктованы правила самой жизнью. За 2018 год пожарно-спасательные подразделения реагировали на 4078 выездов на дорогу транспортных происшествий, связанные с пострадавшими. В ходе ликвидации последствий спасли 2788 человек. Самое главное – ездить надо аккуратно в соблюдении скоростного режима и садиться пьяным за руль. В финале 11 команд. Победителем стала 72-я пожарно-спасательная часть Челнов. Она представит Адарстан в мае на соревнованиях Приволжского федерального округа. Рамиль Галюлин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Пестричинский район. Пары на телекране. Сегодня студенты кафедры телевидения КФУ побывали на нашем канале. Экскурсию по кулуарам телеэфира им провел гендиректор ТНВ, а по совместительству их педагог Ильша Атаминов. Готовы ли сегодняшние студенты завтра стать тележурналистами, узнавал Рамиль Шайтулин. С этого надо начинать. Любые новости – это сердце. Они молоды и любознательны. Все они – будущие тележурналисты. Сегодня ребята впервые видят, как свежая информация выстраивается в готовые новостные сюжеты. Можно прям буквально по сегментам посмотреть, из чего состоят наши новости. Из текста, интервью, интершумов и много чего еще, о чем студенты узнают на парах. Ильша Атаминов – их преподаватель. Может, из вас кто-то станет директором ТНВ со временем. Тоже возможно. Постой. Выходит, что после визита... Всерьез и надолго связать жизнь с ТВ настроен Азамат Манцулин и даже стать большим медиа-менеджером. Я бы, скорее всего, ввел развлекательную программу, программы, песенны и, конечно же, для детей больше программ. Мы его оказались совсем недавно. Сто дней, как в стенах ТНВ, заработал целый детский телеканал. Студенты в самом сердце. Шаян ТВ – в аппаратный. А отсюда выходит в эфир уже программа для взрослых и студии новостей. Здравствуйте. С вами новости Татарстана. С вами Кирилл Мукаев. И сегодня мы поговорим с вами о хоккее. Все хотят быть телеведущими, но жизнь все расстает по своим местам. Самое главное, что у них есть тяга к творчеству и желание к творческой работе. И самое главное – есть огромный потенциал, который мы должны помочь раскрыть. Для этого в КФУ есть кафедра телевидения. Сюда приходят те, для кого работать – значит быть в гуще событий. Преподаватель показывает, как это делать правильно. Также он рассказывает и про моральные качества журналисты, тележурналисты. То есть, как он должен себя вести. Я учусь на этом направлении, и все, что можно, я как губка пытаюсь впитывать. Все эти знания, все возможности я использую, чтобы в дальнейшем применить свои профессии. Стать журналистом, ведущим, продюсером или кем-то другим. Ребята – студенты первого курса. Впереди время, чтобы определиться. Рамиль Шайдулин, Рина Цафин, ТНВ, Казань. У них 9 жизней на одного и один праздник на всех. Сегодня в России отмечают свой день мурлыкающие домашние питомцы – кошки. Больше, чем просто животные – ласковые, но независимые, добрые, но с характером. Они могут выкарабкаться из любой непонятной ситуации. Любознательные, грациозные и неординарные пушистики ежедневно покоряют и интернет. Для любителей кошек – тысячи роликов, где они, конечно же, в главных ролях. И на такой милой ноте мы заканчиваем выпуск. Хорошего вечера. В столице Татарстана состоится финал чемпионата по брейкингу. Всего в отборах приняло участие около 70 танцоров из Татарстана, возрасте от 7 лет и старше. Среди них известные команды «Экшенмен» Руслан Шихудинов, Сергей Григорьев и Тимур Юсупов. Они прошли отбор в командные батлы 3 по 3 среди мужчин старше 19 лет. А в это воскресенье в Казанской академии тенниса состоится финал 9-го международного теннисного турнира «Кубок Ельцина», стартовавшего 23 февраля. В этом году в нем принимают участие более 150 юношей и девушек из 20 стран. Для начинающих спортсменов он является своего рода пропускным билетом в большой теннис. Призовый фонд турнира составляет 25 тысяч долларов. Алмаз Гафиатов, ТНВ, Казань. Здравствуйте! Несмотря на то, что за окном зимний пейзаж, воздух наполнен ароматом весны. О погоде после небольшой информации. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваши желания. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил-мастер.рф. Телефон 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет пасмурно и плюс 1. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге, синоптики обещают облачную погоду, снег и около нуля. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызи, Менделеевске также около нуля будет пасмурно и снежно. А вот на северо-западе столбики термометров покажут 4 градуса со знаком минус. Без осадков не обойдется. На юго-западе, в Болгарии, в Буинске, Држаном местами пройдет снег и около 3 градусов мороза. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыши пасмурно, местами снег от минус 2 до плюс 1. В воскресенье заметно подморозит. Торговый дом Агрозапчасть М предлагает запчасти к тракторам, комбайнам и другой сельхозтехнике. Это оригинальные запчасти, доставленные из заводов-изготовителей по выгодным ценам. Торговый дом Агрозапчасть М готов стать вашим надежным партнером. Ваш железный помощник трактор сломался и работа простаивает? Спешите к нам! Запчасти к тракторам, комбайнам и другой сельхозтехнике по выгодным ценам. В торговом доме Агрозапчасть М. Телефон в набережных Челнах 53 70 80. В Казани переменная облачность, местами снег. Дневные температуры минус 2, минус 4. Ветер северный порывистый до 6 метров в секунду. Атмосферное давление по-прежнему ниже нормы. 735 миллиметров ртудного столба. Влажность воздуха 88%. Ожидается магнитная буря. Берегите себя. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин